Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня я хотел бы рассказать вам о важности таких маркеров, как «да» и «нет». Очень много я рассказывал об этом, но, видимо, надо конкретно рассказать. То есть, приходят вопросы и говорят, как себя вести в той или иной ситуации, для того, чтобы дать собаке понять, что она делает правильно, что она делает неправильно. Например, собака начинает вас тянуть, когда вы идете рядом, да, вы можете сказать «рядом, рядом, рядом», да, а можете просто сказать «да» или «нет». То есть, это очень важно, особенно, когда щенок у вас маленький находится, и вы только еще создаете вот эту рабочую группу, то есть, формируете рабочую группу. И вот этими двумя маркерами вы даете собаке понять о том, что она делает хорошо, а что она делает плохо. То есть, смотрите, любое желательное действие, которое делает ваш щенок, вы обозначаете маркером «да». И любое нежелательное действие, абсолютно любое нежелательное действие, будь то трывок поводком, будь то собака начинает что-то грызть или делать что-то, что не нужно, раньше побежала к миске, там, ну, все что угодно, вы обозначаете маркером «нет». То есть, здесь очень важна еще эмоциональная раскраска слов. О чем я говорю? Вот смотрите, собаки, когда лаят, они имеют, ну, как минимум, два вида лаят. То есть, это голосовыми связками, когда собака лает, то есть, гав-гав-гав-гав-гав, и когда собака лает легкими, то есть, это бух-бух-бух, то есть, мы должны этим пользоваться. Голосовые связки – это призыв к игре какой-то такой, а когда собака легкими уже лает, это уже какой-то факт предупреждения, то есть, это может быть какой-то бросок, это говорит о том, что, ну, ты, братан, смотри, я тебя предупреждаю, будь внимателен. И здесь то же самое, когда вы говорите «маркер «да», всегда эмоционально раскрашиваете его». Да, хорошо, молодец, то есть, примерно так, да? И когда вы говорите «маркер нет», то здесь тоже вот это вот, легочными, пониженным тоном вы должны дать собаке понять о том, что она делает неправильно, и вы ее предупреждаете. После чего, если собака не прекращает это действие, происходит какое-то более-менее такое наказание, ну, в виде щипка, укуса там, или еще что-то такого более серьезное. Но первоначально вы должны собаку предупредить голосом, то есть, нет, что она делает сейчас неправильно. И потом у нее в голове уже завяжется связка между «нет» и последующим наказанием. И вы собаке уже будете давать, и будете ориентировать ее, как вести вместе с вами конкретно в вашей ситуации, в вашей рабочей стае, то есть, вот в вашей рабочей группе. Не пренебрегайте этим. И здесь вот еще задают такой вопрос, да, что команда «фу». Команда «фу» – это не маркер «нет», абсолютно «нет». То есть, когда произносите команду «фу», здесь вы уже собаку предупреждаете, что, ну, вообще конкретно, что я сейчас тебя буду наказывать уже за это, когда подбирает она что-то, или, ну, делает более, ну, именно за подбор пищи какой-то. То есть, вот здесь вот команда «фу». Хотя, если вы будете работать с животным на именно бесконфликтной дрессировке, то можете пойти по ссылочке, посмотреть мои ролики, как я обучаю команде «фу», и у собаки с командой «фу» не будет каких-то негативных связей. Там полностью на положительные эмоции. Я рассказываю, как это делать. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Так, заслужите доверие, заслужите уважение. Не пренебрегайте маркерами «да» и маркерами «нет». В последующем ваша собака узнает более, ну, больше словарный запас у нее будет расширяться, и уже буквально вы будете говорить с ней, и она по интонации будет понимать. Но пока у вас еще щенок, то вот здесь очень важно соблюдать вот эти два маркера. Маркер «да» и маркер «нет». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова